Сейчас утро, 10 утра, 11 час. Погода шикарная, в смысле солнце, день чудесный, небо чистое, голубое, солнце, даже несмотря на то, что на улице холодновато, но уже весна чувствуется, солнышко такое. А я решила посмотреть, что тут на прудах. Воды много, и на том также. К парникам надо как-то ходить. Вот я перескочила через сугробик небольшой. Почему? Потому что хочу к парникам пройтись. Мне нужно к парникам посмотреть, какое тут дела обстоят, ведь я уже скоро буду сажать. Как тут вообще тепло, не тепло, хорошо. В парнике, конечно, солнышко делает свое дело. В парнике очень хорошо. Вот здесь вот у меня была трава. Я всю траву закладывала. Посмотреть, какое дело-то кончилось. И пленкой. Ну, червячки делают свое дело, значит. Да, вон червячки есть. Здесь опилки, трава. И червячки свое дело делают. Я вижу червячку. Вот так вот обратно все. Хорошо. Все, закрывали пленкой, чтобы трава не росла, чтобы потом не с травой не мочится. Я вот сюда картошку хотела. Пару картошку посадить, чтобы посмотреть, что будет за полтора месяца там. Может быть, урожай какой можно будет в начале мая собрать. Ну, не знаю. Пока вот было очень холодно. Я первый раз приехала вообще за день с осени. Тут один парник. Здесь у меня будут огурцы сидеть. Ну, как сидели. Вон там второй парник. Душ. Грядки. Парник. Здесь у меня фотомидоры парник. Я мыла. Он, в принципе, готов. Для того, чтобы... К рот ходил. Червяков роет. Тут ходит. Не положили сетку. Сетку положили под грядки. Вот сюда. Ну, под все грядки. А под... Здесь, где песок, не положили. Никто не подумал, что ему здесь надо будет что-то. То есть он все подрыл. То есть это вот все-все прям исходил. Краул какой-то. Там крутота под плиткой. То есть плитки надо поднимать, выравнивать. Возможно, положить какой-нибудь текстиль, чтобы он больше здесь не лазил. Ужас. Здесь я тоже завозила. Добавляла после того, как убрала все. Помыла. Все готово. Хочу купить, как в прошлом году, такую вещь под названием, как мульча. Кокосовая. Кокосовая мульча. И уже сажать в эту мульчу, чтобы... Я делала только эту грядку. одну на пробу. Она сейчас стоит на Ватбрис 1600. Ну, я пока не покупаю. Жду, чтобы сразу приехать сюда вот ее и положить. В апреле купить, положить и сразу высаживать. А то, что раз я сначала посадила, а потом мульчу купила и замучилась ее вот тут делать. Ну, эту мульчу под растения. Растения уже большие были. Сейчас хочу наоборот. Сначала мульчу, потом все остальное. В парнике показывает 20 градусов. Сейчас вот на солнышке 24 градуса. Я стою, мне, конечно, жарко. Надо выходить отсюда. То есть все дело будет не днем, когда солнышко, а именно в такую погоду, когда солнышко не будет и ночью. Ну, я сейчас, конечно, не все равно, но в прошлый раз 7 апреля высадила. В этот раз, наверное, попозже. Вот так сейчас все выглядит. Передумала вот такой вот сугроб, но просочиться мне удалось. Пойду погляжу, что внутри. Я залезла в подвал, потому что не была здесь давно. Во-первых, все нормально. здесь нет ни воды, ни снега, ничего такого. Все сухо. Все хорошо. с этой балкой у нас были проблемы. Я обрабатывала ее хлорной известью. Все нормально. все хорошо. Все сухо. Все хорошо. Балка сухая. Везде все сухо. Все замечательно. Никаких следов каких-либо, которые мне могли бы что-то не понравиться. Нет. Это меня радует. надо вылезать. Надо вылезать. теперь отсюда. Подвал порадовал. еще до наступления оттепля. оттепля. Надо будет смотреть, что будет именно когда станет тепло. когда растает все. Не будет ли воды. Пока все хорошо. За зиму ничего не случилось. Ветреники. Вот я сделала дырки вот в этих вот продухах. Они были у меня открыты всю зиму, чтобы подвал продувался. Никакой влажности, чтобы там не было лишней. И здесь единственное, что я сделала вот дырочки, чтобы снег не залетал. Это сработало. Снега нет, льда нет, ничего нет. Вот там уж иди, там, наверное, у тебя льда. Надо убирать. Надо сказать, что нет. Я молодец. Никакого льда. Вот так вот. Радует, что я молодец. Ну вот, я переоделась. Прям замечательно. Теперь я могу гулять, ходить. Замечательная погодка. Когда ты еще сыт, солнышко, и одет по погоде. Вообще классно. Я хочу к дому пройти. В дому я уже была. Я буду перетащить из одной комнаты, в которой в прошлом году я еще не успела отшлифовать стены и покрасить в ту, в которую уже это все сделано. Там уже линолем лежит, стены отшлифованы, покрашены. А в другой нет. Задача будет до мая месяца заняться этим делом, отшлифовать, покрасить, линолем положить, подготовить к маю, чтобы комната была готова. Хочу посмотреть, как краска. Мы уже красили. Летом я красила. Как она вообще себя ведет. Как она себе показала. Вот это вот надо все нам убрать отсюда к весне, ну, к сезону посадки. Кому интересно. Так. Ну, здесь вот ничего. А вот тут, где были щели, что-то она у меня потрескалась. А вон там даже отслоилась. Ну, понятно, по каким причинам. То есть, она с чем-то не схватилась. Может быть, за солнечной стороны. Не знаю. То есть, тут надо будет, конечно... Вот мои продухи. Я на зиму закрывала вот такими клапаками. сейчас я их не открою. Может, и не надо открывать, или это. Не знаю. То есть, вот нормально тут все ведет, но вот в некоторых мешках стало отслаиваться. Возможно, это с чем-то связано. Может быть, с малой или еще с чем-то. Везде все нормально. Только вот в этом месте. я заделывала трещины, но все равно они на солнечной стороне стали не было, а сейчас вот стали опять проявляться. То есть, солнышко, и пожалуйста, вот такая ситуация. Вот тут были большущие щелье. Опилка я все заделывала. И вот эти мелкие все заделывала. Ну вот даже видно, что чем и заделывала. оно вот. Ну вот тут вот. Он начал подсыхать. Солнечная сторона. На солнечной стороне вот таким образом стало проявляться. Ну так, в принципе, ничего. Да, есть парочку мест, где надо будет шлифануть и, может быть, еще подкрасить. Так, вот это вот самая солнечная сторона. Вот здесь больше всего было трещин. И вот здесь вот очень сильно заделывала, шлифовала, опять заделывала, шлифовала. Вот здесь все нормально. Ничего не шелушится. Никаких шелушений краски здесь нет. Может быть, там связано с пывак, или эм, который испачкал древесину. Может, еще с чем, не знаю. тут вообще у меня была огроменная трещина. Но я даже не знаю, где. То ли вот тут, вот тут, наверное. Все, прям под ноль ушло. И вот все замечательно получилось. Смола накапала откуда-то. Да, фу, смола прям понюхала. Ой, смола, смола. То ли выделилась, то ли откуда-то накапала. Я сейчас даже не пойму. Такое ощущение, что выделяется, что ли. Ой, как пахнет смолой, мама дорогая. Так. Вот что? Тут где-то вот, я даже не помню, где оно. Ну, по-моему, вот тут вот и была огроменная-огроменная трещина. Вот так вот хорошо заделалась, даже найти не могу. Все нормально. Только в том месте. Ну да, начинает сохнуть опять. Весна начинает вот трескаться. То он осенью подсел, и все трещины закупорились. То есть влагу набрал, закупорились. Теперь вот обратно все. Вот там купали, прибивали, чтобы углы прикрыть. Дна не прибивали, а прикручивали на шурупы. И я смотрю, не расперла ли ее. То есть как бы ничего тут с ней не стало. Не треснет она. Вдруг дом начнет подсаживаться. Ну, так вот не пойму, вроде бы, ничего. Хотя вот здесь вот так вот как-то может быть эти щели образовались. Может, стоит, не знаю, пусть уже потом смотрю. Сам что делать. это мы делали уже осенью поздно. Осенью закрывали софитами. Осталось сделать водоотвод. Ну, вот это. Все. Этого еще не делали. еще предстоит. Короче, работай, работайте, товарищи. Ну, ни с чем заняться. Не надо сидеть дома. тут у меня цветы. И здесь у меня тыквы сидели. В этом году они здесь не будут сидеть. В этом году я хочу септик поставить и кессон сделать. Только не знаю, как, но хочу. Пошел опять парник там, муж дрова возит. А что-то я совсем не хочу это делать. Что-то я попелочаю, я ленюсь, мне ничего не хочется. Я пришла посмотреть, что у меня с грядками. Вот такая вот у нас земелька за зиму образовалась. То есть я сюда привозила, смешивала, накидывала и опилочки. Вот такая рыхлая. И ей даже ничего не надо делать. То есть под пакетами она прям причем влажная. Я не ни снега, ничего не делала. В общем, готово все. Надо только мольчу положить. Все готово. У меня здесь удобрение все есть. То есть я специально подготовила так, чтобы можно было прийти и сажать. Вот так оно и есть. Это очень удобно. Больше не возиться. пришел и все готово. Можешь сажать. Тут тоже самое. похоже было. мольча. Девочки. У меня полметра, наверное, мульти Вот в этом Я все-таки хочу посмотреть Насколько Тепло Все говорят, что Это био Такой Реактор Когда Перегнивает там или что-нибудь Сейчас посмотрим Вот трава, которая сюда засыпала Это именно трава, которую косили Что сюда попало Вот здесь какая-то попала Мне всегда интересовало вопрос Действительно ли там тепло Если сунуть руку Поглубже Вот туда Я рассыпала все это мульча Мульча, мульча Вот это вот Это буквально опилки Перемышлась Бессовестно врут Холодная темля еще Темля холодная Надо ждать пока прогреется Надо ждать пока прогреется Надо ждать пока прогреется Надо ждать картошку Написано надо, чтобы земля была Восемь градусов тепла Чтобы она прорастала Здесь нет восьми градусов Так что вот Наверное Не стоит это делать Пока она прогреется до 8 градусов Это будет апрель месяц А там уже огурцы нам будут сажать Не буду сюда ничего сажать Оставим так, как есть Никакой картошки Пойдут сюда огурцы Дуги оставляла Потому что думала Может быть вот эту картошку сажать Закрывать ее дугами Под пленку Думаю, что нафиг оно мне сдалось Это все И так скоро будет здесь Не скучно будет чем заняться И без картошки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!